Иностранные агенты взорвали танкер в Черном море и военный корабль в порту Новороссийска. Это что же, теперь из России нефтяной экспорт будет парализован, и Путин останется без денег? Но вам, конечно, интересны ваши личные деньги. Сейчас я покажу вам, как ограбили дорогущую машину. Вот прямо подо мной кабриолет, Porsche, белый, понтовый. Значит, подо мной трехэтажная парковка для машин, а это причал для самых дорогих яхт в Барселоне. Итак, ролик о том, как воруют в Барселоне, как обворовывают машины, как обворовывают квартиры вот в этом стильненьком доме. Недавно квартиру обворовали, вынесли все. И, конечно, я покажу вам в этом ролике, как грабят квартиры в самых туристических местах, где вот в старинных домах сдаются квартиры в аренду, а часто и по комнатам. Квартиры в старом городе грабят по ночам. Воры залезают через открытые окна. Итак, начинаем с того, как обворовывают машины. Вот, значит, прямо здесь, подо мной, обворовали Porsche, белый, стильный кабриолет. Это было ночью, около полуночи. Я снимал вот эту яхту. Эта яхта, точная копия яхты Дмитрия Медведева. 74 метра, я прям шагами промерил несколько раз. И точно такую же яхту Дмитрий Медведев сейчас прячет в Стамбуле. В самой дальней бухте, где никто не найдет. Но мы, конечно, нашли. Вот, сравните. Слева яхта Медведева в Стамбуле, а справа яхта в Барселоне, около которой я нахожусь. И вот я ночью подобрался к этой яхте. И мне даже повезло. Я увидел людей, которые около полуночи возвращаются. То ли дети хозяев, то ли какая-то обслуга. Но мне кажется, дети хозяев этой лодочки, потому что сами хозяева, ну, они где-то уже, наверное, на Олимпе. Там у них, так сказать, сидят на золотом унитазе. Ладно, ладно. Я завидую. Будем считать. И вот я, значит, снимаю эту лодку со всех сторон. И вдруг вот отсюда снизу выглядывает человек и говорит мне, вы по-английски разговариваете? Да, да. Вы знаете, мою машину обокрали. Прям разбили. Я говорю, да ладно, полицию вызвали. Да вызвал. В общем, я доснял этот ролик, выложил его в Инстаграме, в ТикТоке, везде, где набирают миллионы просмотров. И пошел к нему на Вен. Пока я снимал яхту 74 метра ночью, вот в этой парковке многоярусно сверху выглянул человек и говорит, слушайте, кто-то долбанул мою машину. Вы не знаете? По-английски разговаривает. Пошли посмотрим, сильно ему долбанули машину. Или как это бывает здесь у них, в Барселоне, насколько рядом с такой вот красивой яхтой надежна ваша машина. Да, 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 да. О, мой Бог. Да, они разговаривают. Они разговаривают одну дверь. Да, вот эта, которая здесь. О, мой Бог. И она не закрывала, когда вы выходите. Она закрывала, все было закрывала. Руф был на месте. Да, да. О, мой Бог. А, кто-то хочет уничтожить что-то. Да, я думаю. Да. В Барселоне они всегда уничтожили что-то. Это очень опасно. Они хотели уничтожить что-то. Но есть у них холи. Ты звонил в полицию или что-то? Да. Это уничтожить машину? Да. О, мой Бог. Да, машина взята в аренду в Барселоне. И кто-то хотел что-то украсть. Вот в чем дело. То есть окошко долбанули, когда машина была полностью закрыта, и крыша у нее была закрыта. Ну вот, как говорится, да. Ну давайте заглянем все-таки вот эта яхточка. Точно такая же, как у Медведева в Стамбуле. Ох, а вот пришли люди в эту яхточку. Кто эти счастливые? Смотрите-ка, видимо, там все стерильно. Когда ты заходишь, обязательно надо снимать обувь. А, и этот человек тоже несет. Да, я думаю, это все-таки обслуга. Хозяева, наверное, на яхте бы на своей стали бы все-таки ходить, как свободные люди в свободной стране. Если помните, друзья, как раз вот сегодня в Новороссийском порту кто-то взорвал военный кораблик русский, построенный в 74-м году. И тот кораблик, мне кажется, поменьше этой яхточки. Намного меньше. И, наверное, взорвать его легче, чем это. Видите, у нее сверху какие-то... Какие-то сложные прибамбасы. Может, у нее и торпеды какие-нибудь там есть, как вы думаете, а? В общем, ночью в Барселоне всегда найдется, что поснимать. Ну, а теперь квартиры. Как обворовывают квартиры в Барселоне. Вот в этом доме, чистеньком, новеньком, пару месяцев назад обокрали семью китайцев. Добропорядочные муж, жена, двое детей живут и ходят на работу, что интересно. И вот за ними следили, увидели, что у них твердый распорядок дня. И днем вынесли все. Значит, сейчас я зайду на этаж, покажу, где это. Значит, в этом подъезде консьержа нет. Иногда бывает тогда легче. Значит, квартира находится на втором этаже. Но это не имеет значения. Через окна не залезали. Вскрыли подъезд, вскрыли квартиру. Вот эту квартиру обокрали. Номер два. Значит, соседка днем заметила, что квартира скрыта и прислонена швабра. Видите, замок здесь другой. Они полностью вывинтили замок. Здесь был типовой замок, как во всех остальных квартирах. Вот такой. И вот соседка выходит и видит, что замка нет. Дверь Насти с шваброй подперта. Но она думает, какой-то здесь происходит ремонт или что-то в этом духе. Нет. Оказалось, вынесли все. Ну, в первую очередь, компьютеры. Там даже зарядное устройство. Все-все, что можно продать. Я представляю, какой должен быть в Барселоне рынок продажи краденого. Ух! Сама можно сойти. Значит, отход, отход. Я уже думал, как воры могли два варианта. А кто-то же должен следить на шухере стоять. А кто-то же должен иметь возможность вплоть до того, чтобы даже через окно... Нет, через окно сбежать они не смогут. Видите, там железные решетки. Итак, после того, как обокрали эту квартиру, весь народ поставил вот такие вот сигнализации. Видите? И написано, что соединено с полицией. Все одинаковые. Не знаю, работают или нет. Но, в принципе, я вот, когда снимал на этой неделе ролик с просьбой написать мне все, кого обокрали, то народ мне прислал кучу таких историй. Но нигде не было случая, чтобы обворовали квартиру с сигнализацией. Поэтому может быть, работает. Но если вдруг было, если из сигнализации выносят, тогда, друзья, напишите, напишите. Очень интересно. Для тех, кому интересно, где находится этот дом, где так воруют, район Барселоны называется Сан-Марти. Здесь в основном такие стильные новостройки. И вот одна очередная так строится. Я сейчас вот выйду туда поближе. Буквально за теми домами уже вот прям море находится, пляж, красота. И прям коптер подниму, чтобы вы посмотрели, как здесь, в общем, симпатично, просторно, качественно и не такой перебор с туристами. Хотя на пляже все, конечно, разговаривают на всех языках всех времен и народов. Продолжение следует... Смотрите, вот Саграда Фамилия выглядывает прямо из-за старинных домов. Вот в таких старинных домах часто сдаются в аренду комнаты. И как же там грабят народ! Я на этой неделе выпустил маленький ролик вертикальный, чтобы мне написали случай, кого как где грабили. И мне первое, что рассказали, что там пять мальчишек сняли там несколько комнат, то есть квартиру целиком. Вечером все немножечко, так сказать, злоупотребили пивом и их ограбили. Залезли через окно и вынесли все. Компьютеры, телефоны, зарядки. Ну вот классическая такая наличность, какая была у ребят. Поэтому вот они, старинные вот эти вот все дома. Здесь все сдается для туристов, ну потому что понятно же, да, что вот она, Саграда Фамилия. И, конечно, так сказать, рядом с ней очень круто, так сказать, расположиться. И, может быть, даже из окна увидеть. Но я представляю, сколько стоит аренда с видом на Саграда Фамилия. Ну, неважно. Вот я думаю, что ключевой момент, что нельзя снимать на втором этаже. И вы знаете, это отчасти подтверждается. Я вот так посмотрел внимательно по окнам. Вот, смотрите, новенький дом. Я думаю, что здесь многое сдается. И обратите внимание, на всем втором этаже аларма. Вон, коннектада Аполлисия. То есть это везде такая же сигнализация, вот как я вам показывал уже, видите. То есть второй этаж весь в сигнализации, а третий уже нет. На третьем уже нет, там уже не надо. То есть очевидно, что воры залезают по ночам на второй этаж. Ну что ж, вот уже маленькое ноу-хау. Среди тех, кто смотрит мои ролики, много иммигрантов. Людей, которые вот уже полтора года болтаются между разными странами. И, ну, кому по карману жить в Испании или, например, даже во Франции. Здесь же до Франции недалеко. Для них, для вас, неплохо бы понять, а чему учат детей в школах вот в этих чудесных европейских странах. И я вам сейчас покажу эпизод из нашего эфира, прямого эфира, где я беседовал со знаменитым разведчиком Сергеем Жирновым, который уже 20 лет живет во Франции. И говорит свободно по-французски. Как француз, дело знает. Он учился и в России в НГИМО, и в каком-то военном институте в России. А потом заканчивал школу государственного управления во Франции. Там, где учат прям вот министров, президентов. То есть он невероятно много знает, понимает. И вот у нас произошел очень интересный разговор. Целый час. Очень рекомендую. Но в нем мы вроде бы касаемся всего самого актуального. И войны в Украине. И заговора против Путина. И что там американцы. Где украинцы. Путин с нефтью, без нефти, с деньгами, без деньгами. Очень много интересных тем. Но вот то, что я вам сейчас покажу в качестве четырехминутного кусочка, я специально нарезал. Оно касается неожиданного переворота в Африке, который в стране Нигер называется. Так правильно произносить. И в общем никому из нас с вами нет дела до этой страны, до этого военного переворота. А оказалось очень интересно. Сергей Жирнов дает понять, что его тоже устроили не без помощи. Путина. Потому что военный переворот был устроен прямо в день, когда Путин собрал в Москве вот эту встречу, саммит африканский, где там были представители 55 африканских стран. Нет, 45 африканских стран. А пять стран не приехали. И вот Нигер была одна из тех стран, которые не приехали. И вот за это им военный переворот. Вы, когда об этом будете смотреть, вы имейте в виду, что здесь главное, чему учат и какова идеологическая обстановка во Франции. Во Франции, которая теряет Африку. И почему теряет? Такая сильная, чудесная Африка. Почему теряет? И вот именно идеологическая вот эта вот обстановка во Франции, то, как учат и в школе, и везде, и на телевидении, вот это вы услышите сейчас в ролике. Вот смотрите. Это Путин таки устроил военный переворот в Нигере за то, что они не хотели с ним дружить. Правильно я вас понял? Это не Путин устроил, но Путин сделал так, что это произошел этот военный переворот. Путин может повлиять деньгами. Он может сказать, делайте переворот, мы вам поможем. Вы можете мне объяснить, почему Франция дошла до такого? Ведь есть французский легион иностранный. Там неизнеженные французы служат. Там люди со всего мира такие, знаете, у которых у многих уголовка в прошлом. И они идут просто туда, чтобы спастись. Настоящие бойцы. Какие проблемы было французам удержать Нигер с помощью своего иностранного легиона? Чтобы какой-то тут Путин, какие-то пригожинцы. Тем более, вы говорите, пригожинцев не было. Вы знаете, вот чувствуется, что вы не в теме французской. Потому что французов так обвиняют за то, что они делали много веков на африканском континенте, что они позволить себе такую вещь не могут, даже близко. Вот если бы вы такую фразу сказали на французском телевидении, вас бы избили палками на французском телевидении. Вам бы сказали, что этого человека никогда больше в эфир пускать нельзя. Он задает такой вопрос. Франция вооруженные силы свои введет в какую-то чужую страну для того, чтобы защитить свои интересы. Эта фраза политически абсолютно некорректна во Франции. Ее произнести нельзя. Подумать даже об этом нельзя. Даже думать нельзя. Хорошо, давайте я сформулирую другого на вашего французского телевидения. Франция спасает цивилизацию, права человека, свободу слова в государстве Нигер. Франция делает все для народа Нигера. Франция видит, что там заговорщики хотят устроить диктатуру и авторитарное правительство. И Франция для защиты демократии, для защиты всех самых прогрессивных ценностей вводит по просьбе законного правительства свой контингент, иностранный легион, который не позволит свергнуть цивилизованных людей, которые учились во Франции. Так можно говорить? Нет, нельзя. И так нельзя говорить. И даже так нельзя говорить. Потому что люди вам скажут, а чем Франция тогда отличается от Путина, который точно так же говорил про Украину. Ведь Путин, дискурс Путина, когда он вводил войска в Украину, он спасал Украину. Он говорит, мы спасаем народ Украины от украинской хунты, которая... Но это была неправда. А в Нигерии-то это правда. В Нигерии-то большая часть населения там неграмотная. Тех, кто хочет свергнуть, они плохие. Те, кто у власти, ну они получше. Они во Франции учились. А все, что Путин гнал про Украину, это же голое вранье. Ну как вы сравниваете? Восприниматься в сравнении будет одинаково абсолютно. Поэтому Франция даже такое не может себе сказать. И поэтому единственная реакция, которая была, это государство Союза экономического Западной Африки, там 9 государств, которые сказали, что если Пучистой не вернут президента, то возможна интервенция ближайших соседей. А это, значит, война локальная, региональная, которая уже не раз происходила в Африке. И это, на самом деле, очень неприятная вещь для Западной Африки, для Африки и для Нигера. И ситуация, в общем, пока что патовая. Сергей Жирнов, наш знаменитый разведчик во Франции, очень огорчил меня сегодня, честно сказать, именно на тему Франции. Я, в общем, ждал, что здравый смысл во Франции, в Америке, в золотом миллиарде, он выше. Я ждал, честно говоря, что этот здравый смысл и победит Путина, и прекратит войну в Украине, и как бы, и потом устроит ренессанс в Украине огромный. А какой может устроить ренессанс в Украине та же Франция, если у них у самих вот такое творится? Ох, Сергей, спасибо вам, как же вы меня сегодня в очередной раз огорчили. Итак, вот что вы услышали про ситуацию во Франции. Я думаю, в Испании помягче, но тоже, так сказать, идеология, политкорректность, что золотой миллиард во всем виноват, колонизация, страшное дело. Но вот, ребят, смотрите, что нужно вот любому вашему ребенку, если у вас ребенку 14 лет и больше, покажите ему весь ролик, нашу беседу с Сергеем Жирновым, а предварительно сообщите, что Африка уже сбросила колонизаторов 60 лет назад. 61-й год был прям парад суверенитетов Африки. И что после этого Африка процвела? Что мешало за 60 лет сделать шикарную страну? Бедный Сингапур стал прекрасной страной всего за 40. Беднее Африки был во всех отношениях. Просто грязная помойка, грязная канава. То есть вот африканцы не смогли без вот этих проклятых французов, таких-сяких там англичан устроиться и зажить счастливо. Так что, может быть, дело не в колонизации, а в чем-то другом. Но окей, вот я вам ссылку прям даю. Обычно я в конце ролика показываю вам полет, так сказать, с коптера над всей самой красотой. Вот когда сейчас коптер полетит над Саграда Фамилия, вы, так сказать, увидите квадратик, где наша беседа с Сергеем Жирновым на канале «Утро февраля» целиком, целый час. Очень, ребята, полезное знание, а актуальное какое. Там все и про зерновую сделку, и про... И все это, знаете, он разведчик, он прям вот вникает в нюансы. Ох, мы с ним разложили путинскую силу. Ох, мы с ним разложили.